Армянское министерство иностранных дел разразилась истерикой из-за саммита движения неприсоединения, который прошел на днях в Баку. Напомним, что в ходе саммита, 120 стран мира подписали Бакинскую декларацию, в которой Армения открыто названа страной-оккупантом. Показательно, что и сама Армения имеет статус наблюдателя в этой организации. Иронично, но армянское министерство иностранных дел и власти этой страны, всю неделю наблюдали, наблюдатели ведь они, за сокрушительным ударом от азербайджанской дипломатии на этой неделе. Ничего больше, они сделать не в состоянии. Остается просто смотреть со стороны, как члены второй по размерам международной организации, после ООН, зафиксировали правоту Азербайджана и историческую справедливость, дав абсолютно верную оценку роли Армении в Нагорно-Карабахском конфликте. Понадобилось несколько дней на то, чтобы ведомство за грабом нацика Няна, опозоренного недавно в эфире британского BBC, сумело придумать хоть что-нибудь, чтобы попытаться оправдаться за внешнеполитический разгром. Получилось, правда, не очень, стандартные выражения, сожаления по поводу формулировок, и все в таком духе. Более того, словно пытаясь сказать хоть что-нибудь, армянский МИД пустился в откровенный бред, назвав страну гарантом безопасности Нагорного Карабаха и его населения. Это нытье может вызвать только усмешку, все мировое сообщество, все мировые организации, все страны мира, включая саму Армению, кстати, не признают оккупированный Нагорный Карабах ни армянской, ни независимой территорией. Для всего цивилизованного мира Нагорный Карабах – это неотъемлемая часть Азербайджана. А значит, именно Азербайджан является единственным гарантом, вообще всего над территорией Карабаха и его населением. Саммит движения «Неприсоединение в Баку» стал воплощением краха армянской политики и дипломатии. Беззубые армянские попытки, хоть что-то противопоставить, последовательной многовекторной и эффективной внешней политике Азербайджана, которую проводит президент Ильхам Алиев, потерпели очередное сокрушительное поражение. Главы стран и правительств саммита, подчеркнули недопустимость захвата территории методом силы и подтвердили, что ни одно государство не признает законность оккупации территорий Азербайджана. Кроме того, в документе отмечается, что эти страны не будут оказывать какую-либо поддержку экономической деятельности на оккупированных территориях и сохранению текущей ситуации. Продолжение следует...